Всем привет! Меня зовут Богатейший Ди. Биткоин самый большой шанс за последние 4 года. Видео с таким названием вышло на моем канале в январе 2019 года. Оно набрало достаточно много просмотров. И на момент записи видеоролика биткоин оценивался в 3600 долларов за монету. Если вы его не видели, ссылка на него будет в описании. В ролике шла речь о профессиональном трейдере, которого могут знать под именем Боб Лукас. Боб Лукас разбирает в своих анализах так называемые циклы, которые и показал людям еще в начале этого года. И 2 апреля этого года на его канале выходит видео «Следующий 4-летний цикл начался». Мне показалось, что это будет вам интересно. Кстати, если вам нравится такой вид контента, поставьте лайк. Буду очень благодарен. Я перевел этот ролик и после короткого объявления покажу его вам. А ссылка на оригинальное видео с канала автора будет в описании. Ребята, не забывайте о том, что на мониторинге обменников exchangesumo.com вы можете легко и быстро найти максимально выгодный обменник, чтобы обменять валюту или криптовалюту. Возможно, вы хотите зафиксировать недавние прибыли после прыжка биткоина. Тогда вам на exchangesumo.com. Ссылка будет, как всегда, в описании. А теперь видео. Погнали. Меня зовут Боб Лукас. Я в Нью-Йорке. Сегодня 2 апреля 2019 года. Итак, 4-летний цикл биткоина начался. Низы в декабре вот здесь обозначают конец предыдущего 4-летнего цикла. Цикла, который провел 52 недели в падении и 153 недели в росте. Что в целом 205 недель, что всего на 3 недели меньше, чем 4 года. Это видео стало продолжением ролика, который я опубликовал около 15 января этого года. Но записывал я его вообще в конце декабря, как раз тогда, когда наблюдалась эта просадка. Вот здесь. За пару недель до окончательной капитуляции на рынке. Теперь я почти верю с большой вероятностью, хотя в трейдинге нет ничего однозначного, что вот эта максимально низкая цена, которую мы наблюдали 10 декабря 2018 года, стала завершением предыдущего 4-летнего цикла. И даже по времени это произошло идеально, как раз на 205 неделе после его начала. И теперь нет никаких шансов, что в ближайшие 3 недели будет новое дно. Если вы смотрели то видео в январе, я говорил о вероятности того, что низы в феврале опустятся ниже, чем в декабре, чтобы завершить 4-летний цикл. Однако этого не произошло. Вместо этого мы видим невероятную силу в начале нового 4-летнего цикла и движение выше пиков предыдущего 60-дневного цикла. Поэтому это движение в начале апреля для меня является подтверждением, что дно в декабре действительно обозначило завершение 4-летнего цикла. И ценовое движение, и временные отрезки указывают на то, что новый 4-летний цикл начался. Все инвесторы и холдеры, которые смотрели мое видео в январе, помнят, что я советовал не ждать новых минимумов. Мы уже достаточно просили во время этого медвежьего рынка, а именно на 85% с предыдущего пика. И также в плане времени, так как мы достигли конца 4-летнего цикла, находясь идеально на дне. Дальше вот здесь был только шанс начинать аккумулировать позиции. Позиции, которые для вас комфортны, чтобы не рисковать сбережениями своей семьи. Но и такие позиции, чтобы вы ощутили разницу на долгосроке. Если вы не входили в эти позиции, не расстраивайтесь. Это только начало 4-летнего цикла, и еще не поздно инвестировать. Биткоин после своих минимумов вырос буквально на полторы или две тысячи долларов. В глобальной картине это будет что-то вроде математического округления в каком-то смысле, поэтому еще не слишком поздно. В то же время вам не стоит паниковать. Вероятно, после этого движения наступит период консолидации, а значит продолжится боковое движение. Что-то похожее мы наблюдали, когда крайний 4-летний цикл подошел к концу. Давайте вернемся на 4 года назад. Достаточно схожие временные отрезки, если посмотреть на предыдущие циклы. Здесь было 58 недель медвежьего рынка. Мы видели этот массивный слив при большом объеме в январе. Очень похоже на то, что было в декабре 2018 года. После чего наблюдался хороший рост. И после него произошел ретест уровня закрытия вот этой свечи. А далее отличный забег еще выше. И похоже, что и сейчас мы находимся на этой стадии, если наложить этот график на сегодняшний. Это абсолютно похожее движение рынка. И рынок его помнит. Конечно же и пик был выше предыдущего. Поэтому если сравнивать конец 4-летнего цикла тогда и сегодня, они очень сильно похожи. Ведь и сейчас подтверждаются новые локальные пики. Правда, я не думаю, что нам удастся избежать чего-нибудь похожего на это. И это падение напугало множество людей тогда. Возможно, сейчас падение с 317 долларов до 198 не выглядит страшным. Но в июле 2015 года это падение оказалось 40-процентным. И оно точно выдавило с рынка множество новых быков с их позиций. А также людей, которые спохватились и закупились, когда было поздно. Конечно же, в глобальной схеме поздно не было. Но покупать после такого роста было опрометчиво. Люди наверняка думали, что рост безудержно продолжится еще дальше. Скорее всего, они распродались в ужасе на этом падении. Как раз перед реально мощным бычьим ралли, которое больше никогда не вернуло цены на биткоин на прежний уровень. Теперь, возвращаясь к актуальному периоду времени, мы наблюдаем что-то похожее. Множество людей покупает больше биткоина прямо сейчас. Думаю, что мы скоро увидим что-то феноменальное. Что-то типа такого. Мне кажется, что именно такой сценарий не произойдет. Люди, которые на это рассчитывают, явно зайдут на последнее. Возможно, даже на одолженные или кредитные средства. В общем-то, купят биткоин на деньги, которые не могут позволить себе потерять. И что может произойти с большой вероятностью, это что-то вроде такого. А произойдет это в конце 60-дневного цикла. И на краткосрочном периоде это станет и наказанием для таких людей. Суть в том, что если вы долгосрочный инвестор, который набирает позиции, не перестарайтесь на этом этапе. Потенциальная награда, которая маячит впереди людям, которые в последние 3-4 года были терпеливыми, настолько грандиозная, что вам не стоит слишком сильно рисковать слишком большим капиталом, иначе вас может выбить из позиции. Если посмотреть на дно предыдущего 4-летнего цикла, то это было ужасно. Однако для меня это было ожидаемо. Лично я шортил все это время. Но с тех пор у нас не было никакого слива подобных масштабов, а уже прошло почти 5 месяцев. Биткоин, как и любой цифровой актив, например, золото, если вы им торгуете, любит причинять максимально много боли трейдерам и инвесторам. И я не вижу, как биткоин пробивает этот уровень сопротивления на 6 тысячах долларов без нового жесткого слива в какой-то момент. Я не говорю, что этот слив будет уже через неделю или две. Возможно, его не будет аж до августа. Нам еще нужно пройти этот 60-дневный цикл. Сейчас я нарисую свой прогноз. Все выглядит хорошо, пока не произойдет вот такой слив. Скорее всего, этот ужасающий слив произойдет в августе, исходя из теории 60-дневного цикла. Но это абсолютно нормально на любом рынке. Даже на бычьих рынках такие ужасные сливы встречаются, как раз перед тем, когда актив начинает покорять новые вершины. Поэтому, если биткоин хочет пробить уровень в 6 тысяч долларов, ему нужно будет сначала слиться. Или постричь всех людей, которые уже почувствовали вкус эйфории и купили слишком много, и даже в долг. Что произойдет дальше? Это не только продажа такими людьми в страхе, что цена пойдет еще ниже и пробьет дно, которое было в декабре. Ну и полная потеря их инвестиций и позиций, которые они набирали на этом росте. В итоге, вот здесь они не набирают позицию, а наоборот сливают ее, даже не зная, что далее следует V-образное восстановление цены. Поэтому после этого слива будет почти моментальный отскок обратно, чтобы тестировать эту зону прежде, чем произойдет ее возможное пробитие. А затем начнется более устойчивый бычий тренд. Ведь стадия аккумулирования позиций и избавления от хомяков уже закончилась. Но хочу предупредить вас, что на краткосрочном трейдинге я могу менять свою точку зрения, особенно на дневных графиках. Поэтому я не буду давать прогноза на краткосрочную перспективу, потому что это бессмысленно. Поэтому воспринимайте все эти краткосрочные линии, которые я нарисовал, не руководством к действию. Это только приблизительный указатель движения по временным периодам. А я это люблю. Я специалист по времени, потому что уже давно изучаю циклы. И эти линии имеют просто наглядный характер и ничего больше. Мы можем увидеть и более резкое движение вниз, чтобы достичь этого уровня и уже потом вернуться к этой точке. Вот что я хочу вам сказать. Если вы будете абсолютно уверенными, то рынок вас уничтожит. Поэтому я не на 100, а на 98% уверен, что декабрьский минимум – это дно предыдущего цикла. А теперь мы в начале нового четырехлетнего цикла, который, если опираться на предыдущие, будет бычьим приблизительно 150 недель. В предыдущих циклах бычьи периоды продолжались 153 недели и 142, соответственно. И опять же, это просто приблизительный гайд, а не финансовый совет. 150 недель – это где-то до октября 2021 года. Но это очень много времени, не так ли? И много места для движения. Поэтому, как инвестор и холдер, держите это в уме. Все это значит, что то, как будет себя вести рынок на протяжении следующих 3-4 месяцев, вас, как инвестора, не должно волновать вообще. Если вы на постоянной основе просыпаетесь утром и проверяете графики и курсы, при этом называете себя инвестором, то вы делаете себе медвежью услугу, ведь позволяете краткосрочным движениям цены влиять на ваши долгосрочные решения. Это очень важный момент. Пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно. Научитесь понимать временные отрезки. И будьте счастливы, что вы успели инвестировать в самом начале таких отрезков, игнорируя краткосрочные изменения цены. Причем изменения в обе стороны. Как и на падение вот здесь, так и на росте вот здесь. Потому что ваша цена находится выше. Вот здесь. Ваша цена находится в паре лет от вас, в будущем. Именно ради этой цели вы здесь и находитесь. И это, кстати, цель и нового четырехлетнего цикла. Итак, первое, во что я верю, это то, что этот уровень, около 5800 или 6000 долларов, будет действовать как серьезное сопротивление. Ранее он служил продолжительным уровнем поддержки. Мы наблюдали продолжительные попытки пробить этот уровень до декабря 2018 года. Почти все думали, что он удержится и рынок пойдет вверх. Я, кстати, в это не верил. Учитывая свой анализ, этот пролив, в конце концов, был очевидным. Тем не менее, теперь этот уровень стал сопротивлением. И его там будет очень много, когда цена приблизится к нему. Точно сказать, когда это произойдет, я не могу. В этом не проблема. Но, скорее всего, это произойдет раньше, чем позже. Возможно, даже на протяжении следующей недели. Точно никто не знает. Но это будет только первый тест этого уровня. После этого, в какой-то момент, возможно, в августе, мы пойдем вниз. Но не ниже, чем в феврале. Это около 3300 долларов. Именно этот слив станет причиной того, что множество лангистов испугается. Они будут напуганы, что таких сливов не наблюдалось уже около 7 месяцев на тот момент. И что цена пойдет еще ниже. Это родит панику, как я уже и говорил. Но на самом деле, цена ниже 3300 долларов навряд ли упадет, а снова вернется к ретесту основного уровня сопротивления. Скорее всего, этот уровень тестировать на прочность придется несколько раз. Я даже не уверен, что мы его сломаем в 2019 году. Буду честным с вами, здесь придется потерпеть. Строительство солидного фундамента занимает много времени в любом новом цикле. Но я уверен, что в какой-то момент цене удастся вылезти выше этого уровня. И когда это произойдет, есть большая вероятность, что цена снова быстро упадет вниз. Но после этого тот же уровень 6000 долларов начнет действовать в качестве поддержки. После чего курс будет искать новый уровень сопротивления, а значит пойдет еще выше. Что ж, когда же бычий ралли следующего 4-летнего цикла станет полноправным королем вечеринки? Вы наверняка заметили, что большая часть прибыли в прошлых циклах была именно под конец бычьих забегов. Это происходило быстро и стремительно. И не все люди успевали получить из этого профит, потому что сделать это было сложно. Давайте проанализируем этот цикл. Это точка взрыва в январе 2013 года. Новый рекордный пик на то время пришелся на ноябрь 2013. 11 месяцев понадобилось, чтобы достичь нового максимума. Другими словами, вырасти с 13 баксов до 1100. Это прибыль цикла за 11 месяцев. Далее, если нарисовать вот здесь прямую линию, то после достижения пика в 1100 долларов, аж до апреля 2017 года цена ни разу не приближалась к таким отметкам. Пока в 2017 с апреля по декабрь не произошло ралли. На этот раз понадобилось всего лишь полгода для достижения нового пика от 1300 до 20000 долларов. Приблизительно 4 года, 4 года до этого цена никак не могла даже приблизиться к предыдущему пику в 1100 долларов. Зато с апреля по декабрь 2017 цена выросла в 15 раз. Короче, суть в том, что большинство прибыли случается только тогда, когда цена стремится к KTH. И перед этим у нас есть стадии аккумуляции, осведомления, стадии институционалов, и только под конец добавляется фаза присоединения розничных инвесторов, таких, как многие люди. Уверен, множество людей покупают именно в этот период, когда курс кипит. Ну а сейчас мы находимся на ранней стадии аккумуляции, даже не на стадии привлечения внимания. Здесь умные деньги аккумулируются, и вот почему не играет роли, что цена выросла на 1000 долларов, и даже не играет роли то, что после вашей покупки прямо сейчас эта цена упадет еще на пару тысяч долларов. Вы находитесь в стадии аккумулирования, то есть накопления. В какой-то момент что мы увидим? Сейчас я вам нарисую это с конца бычьей фазы четырехлетнего цикла. Это 36-недельный период. Это такой период, в котором мы увидим новый ATH. Я нарисую уровень в 20 тысяч долларов. Это точка, в которой биткоин может достичь 20 тысяч долларов, после чего перейдет в фазу параболического роста, и может дать 10 иксов, 15 иксов. Никто точно не скажет, сколько иксов. Еще раз, это не аккуратный график, а просто ход моих мыслей на графике. Вот здесь видны эти 60-дневные циклы, которые колеблются в полосах Боллинджера вверх и вниз. Что-то похожее мы увидим и здесь. Конечно, пару сливов по дороге тоже будет. Первые три месяца 2019 года мы провели под ключевым уровнем в 6 тысяч долларов. В какой-то момент будет один выстрел выше, потом откат. Скорее всего, лишь в декабре начнется действительно устойчивый рост уже выше этого уровня. И только в начале 2020 года, скорее всего, цена достигнет диапазона от 7 до 8 тысяч долларов, что где-то в три раза больше низов в декабре 2018. Люди, которые, возможно, инвестировали в какой-то точке в прошлом цикле, начнут возвращаться. И это уже будет не фаза привлечения внимания, а фаза институционалов, чьи деньги будут привлекаться на рынок. Возможно, к этому моменту даже биткоин ETF одобрят. В этот период будут воспитывать интерес к этой сфере. Но даже в этот момент розничные инвесторы будут в сомнениях до тех пор, пока цена не поднимется выше 20 тысяч. А новостные каналы не выпустят выпуски о новых ATH и все такое. Это все мы уже проходили. Каждый цикл одинаков. Все это, возможно, произойдет в 2020 году, когда мы начнем заполнять этот промежуток между 8 тысячами и 20 тысячами долларов. Все это действие займет весь 2020 и часть 2021 года. В четырехлетнем цикле 2021 год является третьим годом. Это самый важный год в плане прибыли. Что произойдет после? Это уже прогнозы каждого. Мой прогноз. Нас ждет похожее, если не больше, в процентном соотношении движения, чем два предыдущих. Я верю, что 2021 год станет таким годом, которого ранее на этом рынке не видели. И новый ATH станет самым большим пиком всего 16-летнего на тот момент цикла. Мы уже видели что-то похожее на рынках золота, к примеру. Я верю, что на этих четырех четырехлетних циклах появится новая вершина уже в 2021 году. Сейчас мы находимся в начале третьего цикла, после которого будет четвертый. И я верю, он снова станет изнуряющим и длительным четырехлетним медвежьим рынком. Но это уже будет в достаточно далеком от сегодня будущем. Ну а здесь нас ждет этот массивный взрыв, около 10 иксов от 20 тысяч долларов, вот здесь. Биткоин уже так делал в прошлые циклы, поэтому 10 иксов для меня не так уж и много. 10 иксов после нового взрыва окажутся двумя сотнями тысяч долларов за биткоин. А это около 3,5 или 4 триллионов долларов рыночной капитализации. Очевидно, это просто невероятная цифра, да? Но мы же говорим о 10-15 годах принятия технологии, о развитии протоколов, совершенно о другой игре. Это будет и ETF, и финансовые институты, и всемирный феномен, и так далее. Короче, в этой точке я ожидаю фазу массивного роста. Думаю, целью будет 200 тысяч долларов, и скорее всего до этого момента я закрою большинство своих позиций. Но на самом деле на этом рост может и не закончиться. Может даже и до 300 тысяч долларов стрельнет. Это вполне возможно. Затем мы будем наблюдать откат назад. Куда же это движение нас приведет? Если мы посмотрим на предыдущие медвежьи рынки, они спровоцировали около 85% падения. Это на самом деле не столь важно, но если это движение достигнет 250 тысяч долларов, то 85% падения приведет биткоин где-то к 36 тысячам долларов. И произойдет это приблизительно в октябре 2022 года. Это будет дно того четырехлетнего цикла. Итак, что самое важное? Это то, что мы инвестируем, аккумулируем наши биткоины и фиксируем прибыли в некоторых точках. Но потом мы максимально открываем позиции, уверенно улучшив понимание принципов работы цикла. После чего во время последней фазы здесь мы уже не покупаем, а продаем. Фиксируем свои большие прибыли тогда, когда остальные покупают. И лишь небольшую часть биткоина оставляем. Ведь мы всегда хотим иметь биток на долгосрок. Или вообще навсегда. Но большинство своих позиций мы закрываем здесь, потому что мы не хотим участвовать в следующей медвежьей фазе четырехлетнего цикла, который обесценит наше вложение минимум на 85%. Я не хочу холдить биткоин вот с этого уровня в 4 тысячи долларов, до 200 тысяч долларов и потом обратно до 36 тысяч. У нас все еще есть шансы получить свою выгоду. Итак, сработает ли этот анализ? Может и нет. Биткоин может вырасти до 20 тысяч, а потом снова улететь до трех. Я просто хочу, чтобы вы имели в виду, что цикл может и не повторить поведение предыдущих. Я всего лишь рассказываю вам о том, как думаю я, при этом основал свой анализ на предыдущих циклах. И этот сценарий, я верю, наиболее вероятный. Но нужно аккуратно следить за тенденциями, потому что вполне вероятно, что и за следующие 8 лет новых хаев мы не увидим, а будет что-то типа такого. Это тоже возможно. Поэтому я продолжаю говорить, что если вы инвестируете сегодня, то вы входите практически у самого дна четырехлетнего цикла. Если вы инвестируете, то только те деньги, которые можете позволить. Главное, не ставьте на это все, что имеете. Нет никакого смысла вкладывать более чем 10% своего богатства в то, что может приумножить их в сотни раз. Все, ребята, я думал, сойду с ума, пока переводил это видео. В который раз убеждаюсь, что логика построения предложений и высказывания мыслей у нас и у наших англоязычных товарищей совершенно другая. Ну да ладно. Все, хватит с меня. Устал я. Делайте свои выводы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки или дизлайки, обязательно богатейте. А, кстати, завтра или послезавтра выйдет видео о моей закрытой группе, в котором я расскажу, что это, с чем это едят, зачем это нужно и все остальное. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. А я пошел. Всем удачи. Субтитры подогнал «Симон»